Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и короткий анонс о том, что вы сегодня увидите. Госдума за строгое наказание тех, кто препятствует движению скорой помощи. Теперь нарушителей ждет более крупный штраф и лишение свободы. Черкейская ГЭС будет модернизирована. Росгидра объявила о ее масштабной реконструкции. Дагестанские бойцы Аскар Аскаров и Шамиль Гамзатов подписали контракт с UFC. Спортсмены дебютируют в UFC 21 сентября. Подробнее о спортивном блоге новостей. Госдума России ужесточила наказание за непропуск машины скорой помощи. Воспрепятствование проезду теперь будет караться большими штрафами и даже лишением свободы на срок до 4 лет. Согласно документу, тем, кто не пропускает медиков, теперь грозит как минимум штраф в 5000 рублей. Если из-за этого пострадал пациент, то наказание на выбор суда, денежные санкции в размере 80 тысяч рублей, либо арест до 6 месяцев. В случае смерти пациента, которому не успели оказать помощь, можно сесть в тюрьму на 4 года. Тем временем в Дагестан поступила первая партия новых машин скорой помощи. Всего более 40 единиц. Среди них 8 реанимобилей. Это машины класса С, которые уже полностью оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием. Ожидается поставка еще более 65 карет. Всего до конца года медицинские учреждения региона получат 108 машин скорой помощи. Транспорт был закуплен за счет средств, выделенных из регионального бюджета. Среди новых машин, которые будут спасать жизни, авто на базе «Газсоболь» и реанимобили «Газели Некст». Отметим, поставок такого объема в республике не было много лет. Черкейскую ГЭС ждет масштабная реконструкция. К модернизации уже приступила Росгидро. Обновление коснется большей части оборудования – гидротурбин, генераторов, силовых трансформаторов и распределительного устройства. На эти цели планируется выделить 10 миллиардов рублей. Станция введена в эксплуатацию еще в 70-х годах. Ее оборудование отработало более 40 лет, устарело и достигло высокой степени износа. Модернизация будет производиться поэтапно, вплоть до 2027 года, без остановки работы станции и ограничения энергоснабжения потребителей. Более 17 миллионов рублей получат 4 дагестанских вуза. Они стали победителями конкурса проектов от Росмолодежи. Так, Дагестанский государственный аграрный университет получит более 9 миллионов рублей за реализацию проектов «Культура в село», ресурсный добровольческий центр, форум сельской молодежи и так далее. 4 миллиона 800 тысяч рублей будет выделено ДГУ для проведения форума «За взаимопонимание на Кавказе» и фестивали студенческих спортивных игр. 3 миллиона получит ДГТУ на организацию Северокавказского спортивного форума «Политех». И, наконец, ДГУ стал обладателем 2 миллионов рублей на создание Центра молодежного соцпроектирования и 900 тысяч рублей на проект «Наследники страны гор». На улицах Махачкалы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с ремонтом дорог по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список попали 17 улиц. Это Примакова, Шейха, Мухаммад Мухтара, Абдул-Халимова, 3-я Талгинская, Акушинского со стороны Советского района, библиотечная, мебельная, лесная, озеро Акгюль от Петра Первого до Азизова, торговая от улиц Энергетиков до Махровая, Абдурзака, Шахбаново. Также 6 улиц в микрорайоне Досааф, пилотная, аэроплановая, посадочная, патриотная и облачная. Ремонтные работы на дорогах продлятся до 20 июля. Юная дагестанка стала победительницей международного конкурса «Мой шаг к успеху». Амина Дибирова, ученица Махачкалинской школы искусств номер 2, покорила жюри своим пением. Она исполнила композиции «Солдат» и «Rise like a Phoenix» и получила два первых места в номинации «Эстрадный вокал». Просто у меня были такие эмоции, особенно после того, как у меня получили награду. Я ехала туда, чтобы получить награду, чтобы выступить. А награду я как-то не думала. Я была очень счастлива, и мои педагоги тоже были очень счастливы. Отметим, это не единственный результат на конкурсе. У Мукусум Магомедова, которая также занимается в школе искусств номер 2, заняла почетное второе место. С обзором коротких новостей вас ознакомит моя коллега Карина Баталова. Врач Хасавертовской больницы приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно за смерть ребенка. В январе 2015 года в инфекционное отделение медицинского учреждения в тяжелом состоянии поступил 9-месячный малыш с предварительным диагнозом «кишечная инфекция неясной этиологии». Ему было назначено лечение. Состояние больного ухудшалось, но врач проигнорировала жалобу матери. Позже по настоянию родительницы его перевели в другую больницу, где был поставлен диагноз «острый гемолитико-уримический синдром». Несмотря на оказанную помощь, спасти малыша уже не удалось. Более 25 миллионов смартфонов на Android были заражены вирусом. Он маскировался под популярный мессенджер WhatsApp. Данные IT-специалистов приводит в сайт Business Insider. Новый вирус, который называют агент СМИД, заменяет установленные приложения их вредоносными версиями, о чем пользователи могут никогда не узнать. Агент получает широкий доступ к устройству и может быть использован для кражи денег. Чтобы защититься от угрозы, специалисты рекомендуют устанавливать приложения только с надежных сайтов. Анатолий Карпов в Дагестане. Известный шахматист, международный гроссмейстер во второй раз посетил наш регион. Сегодня он уже встретился с Владимиром Васильевым и Анатолием Карибовым. Также у титулованного спортсмена запланировано в республике посещение шахматных учреждений, открытие мемориальной доски государственному и общественному деятелю, основателю Махачкальницкого дома шахмат Гамзату Гамзатову. Кроме того, гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами. В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России. Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи, кроме меланомы. На втором месте рак молочной железы. Кроме того, в число наиболее распространенных онкологических заболеваний вошли рак трахея, бронхов и легких. Чемпион первого сезона ПФЛ Магомед Магомед Керимов снова вышел в плей-офф турнира полусредневесов. Минувшие ночью на турнире в американском Атлантик-Сити дагестанец решением судей одолел местного бойца Криса Кертиса. Эта победа приблизила Магомед Керимова к повторению своего прошлогоднего успеха, когда он выиграл гран-при и стал обладателем чека на миллион долларов. Любопытно, что в четвертьфинале наш спортсмен вновь встретится с Крисом Кертисом, который сумел пробиться в плей-офф по дополнительным показателям. Матч-реванш пройдет в октябре в Лас-Вегасе. И еще приятная новость из мира ММА. Дагестанские бойцы Аскар Аскаров и Шамиль Гамзатов подписали контракт с UFC. Оба спортсмена в своей карьере не знают горечи поражений. У Аскарова в активе 10 досрочных побед, 7 из которых одержаны в лиге ACB. В 2017 году Хасавюртовец стал победителем сурдолимпийских игр по вольной борьбе, которые проводятся среди спортсменов с нарушением слуха. Гамзатов в профессионалах выиграл 13 поединков. Последние два боя Махачкалинец проводил в лиге ПФЛ. Оба бойца дебютируют в UFC 21 сентября. Аскар Аскаров на турнире в Мехико встретится с Брэндоном Мореном, в то время как о сопернике Шамиля Гамзатова пока нет никакой информации. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите нас в YouTube и в Instagram. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok